здравствуйте гости друзья подписчики я приветствую вас на своем канале и сегодня речь пойдет о том что меня заблокировали в razor россии официальное сообщество во вконтакте заблокировали меня по смешной причине я прокомментировал комментарии к новой мышки razor viper то что эта мышка вышла на алиэкспресс появилась быстрее чем в россии в официальном магазине razor store и стоит она естественно дешевле мне не было дано просто никаких комментариев по этому поводу меня просто сразу же кинули в черный список и написали что я рекламирую подделки данную подделку я вам покажу сейчас на алиэкспрессе и где я это покупал официальный магазин который находится на алиэкспрессе и отправляют это все вам из гонконга вот она страница моя на алиэкспрессе у меня около 180 заказов все они выполнены либо где-то вернутые деньги и вот откроем магазин и откроем мой заказ пролистаем ниже и увидим что мышка стоит 5 тысяч 180 с лишним рублей откроем вкладку за сколько я ее купил и я потратил всего лишь 4774 рубля потому что я заюзал купон от алиэкспресса страница магазина на алиэкспрессе где заказывал данную мышь я и пользовался конечно просто поисками даже не заходил на этот магазин в магазине находится на заглавной странице здесь много продукции рейзер скорее всего это вообще официальный магазин который продает в гонконге и вряд ли станут обманывать людей отправляют немного долго но доставка бесплатная и достаточно быстро и после отправки мышка быстро переходит на границу проходит таможню и отправляется уже почта россии к вам имеет хорошую упаковку и коробка не повредится первая распаковка распаковка мышки с алиэкспресса и посмотрим на данном примере чем они будут отличаться открываем коробку медленно аккуратно не повредить мышка у нас легкая оптические свечи все показано указано ведь вся информация внешней стороны коробки и вот она наша долгожданная мышь здесь у нас пакет документации именно подпись главы компании книжечка и наклеечки наклеечки у нас изменились у нас теперь значок рейзера наклейка 2 маленькие квадратные 1 надпись рейзер большая и for gamers be gamers отдельные наклейки наклейка стало можно сказать больше книжечка с инструкцией принципе ничего интересного здесь вы не найдете то что вам нужно просто подключить мышку компьютеру и больше ничего вам не надо все настройки будете производить в razor синапс 3 0 и вскроем саму мышку посмотрим как она вообще выглядит и как она звучит клики и все остальное и так снизу у мышки защитная наклейка мы ее отклеиваем находится у нас три тефлоновые ножки и кнопка переключения дипа здесь же нас встречает надпись razor вайпер и серийный номер мыши и подключим все это дело к нашему компьютеру дабы посмотреть заработает ли вообще у нас что-либо мягкий очень мягкий кабель паракорд я такого еще не видел кстати в мышках которые выпускают и меня еще таких не было даже у logitech которая g403 у меня нет жесткий кабель и иногда приходилось бороться с этим мышка подключилась софт пошел обновляться и сразу появился логотип мышки виден сравним по размерам с g403 мышка немножко меньше по размерам и выглядит немного худее и теперь давайте послушаем как звучит клики на данной мыши со всех кнопок я для этого специально выключу музыку мышь реально легкая 69 грамм которые заявлены реально ощущается что она легкая снизу у нас кнопка dpi и подсвечивается маленьким треугольником треугольник имеет разные цвета на разные уровни dpi то есть сколько уровня вы зададите они все будут разными цветами светится момент нажатия на кнопку у нас немного еще сам датчик сенсора мигает немного ярче становится светиться видно что действительно переключается люфт основных кнопок которые раньше ютуберы на первые ревизии мышек показывали меня здесь нет абсолютно никакого сильного люфта дребезжание кнопок ничего такого и это я напомню это мышка с алиэкспресса не русского ритейлера мышка имеет симметричное строение на для левшей и правшей удобно держать как и ладонным когтевым хватом удобно держать даже пальцевым хватом то есть все удобно все очень хорошо и скользит она прелестно просто и так подключена у нас здесь мышка с алиэкспресса ей уже попользовался некоторое время поиграл по ощутил как она ощущается в игры на полировались ножки об коврик уже блестят а следующий наш герой это из россии мышка которая поставляется в россии и так вскрывая пакет я уже чувствую что есть какое-то повреждение самой коробки и этом помяли ли чем в общем упакована она просто коробка и пакет хотя с алиэкспресса пришла коробка упакованная в поролон и упакованы уже потом в пакет то есть упаковка с алиэкспресса явно лучше данную мышку я покупал на фраг store так что думаете могут и раздавить ваш товар и так сравним две упаковки слева у нас алиэкспресс справа россия никакой разницы абсолютно нет кроме того что у россии пробило днище у коробки во время доставки и давайте посмотрим что там внутри у нас в россии китае мы уже видели и нужно взглянуть что у нас поставляется в россии и так достал я все основное из упаковки а это у нас листочек с подписью мин лиан гатана такой же как и на алиэкспрессе ничего нового с надписью раскрыть свой потенциал наклеечки абсолютно такие же книжечка книжечку мы смотреть не будем и давайте откроем саму мышку ну что комплектация такая же мышка одинаковая коробки одинаковые все одинаковое разница лишь то что это цена и то откуда она будет к вам идти из китая либо из россии в россии естественно она уже дороже информация снизу мыши абсолютно точно такая же единственно что отличается это серийные номера но это и естественно серийный номер должен отличаться даже если два продукта абсолютно одинаковые и так сравним лицом к лицу две мыши проверим люфт основной клавиши из алиэкспресса нету люфта а вот из россии клавиша лифтит и люфтит достаточно сильно и вторая клавиша также лифтит и так колесико колесико не отличается и абсолютно имеет одинаковый энкодер насколько мне известно razer использует ttc энкодер в своих мышах на внешний вид мыши абсолютно одинаковые никакой разницы у них нет только люфт основных клавиш на русской версии возможно старая партия щелчки основных установленных переключателей абсолютно одинаковые и в принципе не отличаются звуком итак дорогие друзья видео подходит концу и я хотел бы сделать небольшое заключение мышки абсолютно одинаковые в игре мышь показывает себя очень хорошо единственно что люфт основных клавиш из версии для россии а с алиэкспресса она и вышла и дешевле и лучше показала себя в сборке снизу у нас россия сверху алиэкспресс делайте выводы какую мышь вам покупать а какую нет и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok